Здравствуйте, дорогие братья и сестры! К нам на библейский портал XGED пришел вопрос. Как Бог будет оценивать грехи душевно больного человека? В книге «Премудрости Иисуса Сына Сирахова» сказано, «Ибо Господь сострадателен и милостив, прощает грехи и спасает во время скорби». Господь хочет всем человекам спастись, сказано в Священном Писании, и прийти в познание истины. Душевная болезнь — это тяжелая скорбь. Это крест, который промыслом Божиим дается человеку. И, конечно, Господь не может за него наказывать. В церковной практике, отраженной в каноническом праве, есть размышления о том, что человек, находящийся вне ума, так называли душевную больницу в древности, это человек, который даже когда накладывал на себя руки, то есть совершал самый страшный грех, о нем все равно совершалось церковное поминовение. Вот это одно из правил Древней Церкви говорит о том, что некоторые люди, прикрываясь якобы бывшей болезнью своего самовольно закончившего жизнь родственника, требовали его поминовения и обманывали. И из этого правила мы узнаем, что была такая практика. То есть человек был невменяем. Ему этого греха вменить в грех нельзя, потому что это действие было вне его решения. Он был невластен над ним. И остальные грехи тоже. Но мне кажется, что, во-первых, кто я такой, чтобы рассуждать о том, как Господь будет судить меня, тогда у этого вопроса страшно. Нам немного совсем об этом открыто, очень мало об этом открыто. А во-вторых, я верю, и церковь верит, что Господь более милостив, чем справедлив. Преподобный Исаак Сирин, великий святой 6 века, однажды сказал такие слова. Он говорит, не называй Бога справедливым. Если бы Он был справедлив, никто бы из нас не спасся. Называй Его милосердно. И мы чаще всего в храме слышим, не Господи, будь справедлив со мною, рассуди меня и воздай мне за то, что я прав, а Господи помилуй. Это когда принято судебное решение, тогда речь может идти, принято решение о наказании, тогда речь может идти о помиловании. И вот Господь ищет способ помиловать человека, потому что Он человека любит. И Он не ищет погибели человека, Он ищет его спасения. Поэтому эти все вопросы, они отсылают нас к безграничному милосердию Божию, его безграничной любви к нам. Эта любовь такова, что, как апостол Павел говорит, Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Иисус умер за грехи наши, пока мы были еще грешниками. То есть независимо от того, что мы неправы и грешны, Бог настолько нас любит, что Сын Божий умер за нас. И вот эта любовь Божия, это вообще суть нашей веры. Мы говорим, вот у нас есть символ веры, веру, кредо по латыни, то есть вот мое кредо, кредо христианина, веру в единого Бога Отца Вседержителя. Символ веры может быть очень разный. А вот символ веры из послания апостола Иоанна Богослова. Мы познали любовь Божию к нам и уверовали в нее. То есть суть того, во что мы уверовали, это то, что мы любимы Богом. Как любящий Бог будет судить, мы надеемся по любви. Поэтому, с одной стороны, этот вопрос страшно отвечать? Мне бы было страшно его даже задавать. А с другой стороны, если уж отвечать, то вспоминать о любви Божией. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok